Многоквартирное жилье, его ремонт и аварийность. Именно этому вопросу было уделено особое внимание депутатов на заседании Законодательного собрания области. Подробности в сюжете. Открыло заседание директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Лидия Смолина. Глава ЖКХ области рассказала о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Лидия Смолина заверила, что к отчетному 2017 году программа будет полностью исполнена. Однако проблемы расселения остаются. Дело в том, что нынешняя программа учитывает только тот ветхий аварийный фонд, который был поставлен на учет до 2012 года. Нам есть смысл еще раз выступить и за инициативой законодателя, обратиться и в Госдуму с тем, чтобы услышали наши проблемы и в дальнейшем также продолжалась поддержка. Другой вопрос, касаемый жилья. Проект областного закона о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Теперь собранные деньги на капремонт на определенной территории будут непосредственно там распределять. Кроме этого, из региональной программы капитального ремонта будут исключены дома, в которых менее трех квартир. Таким образом, порядка 950 домов у нас будет исключено. Из этой программы и деньги, которые были собраны с собственников, вернутся этим собственникам. Кроме того, одна из статей будет дополнена новым критерием очередности ремонта дома, учетом обстоятельств непреодолимой силы пожар, стихийное бедствие, техногенная авария. Иными словами, в случае форс-мажора дом будет отремонтирован гораздо раньше установленного срока. Также депутаты проголосовали за изменения в закон о развитии сельского хозяйства. Как пояснил председатель законодательного собрания Владимир Киселев, теперь снято ограничение для получения государственной поддержки молодыми специалистами по сроку устройства на работу после окончания учебного заведения. Специалист должен был поступить на работу не позднее, чем три месяца после окончания учебного заведения или после возвращения из армии, если в армии он служил после окончания учебного заведения. Вот эти ограничения снимаются и снимаются ограничения для женщин, которые были беременны в период после окончания учебного заведения и тоже они могут теперь получать государственную поддержку. Целый пакет документов депутаты приняли в поддержку инвесторов. Снято ограничение на объем инвестиций в 2 миллиарда рублей для проектов, претендующих на звание стратегических. Теперь стратегическими инвестпроектами будут считаться все индустриальные, промышленные и технопарки. Расширяется перечень инвестиционных проектов, которые могут претендовать на государственную поддержку. Сейчас на нее могут претендовать проекты с инвестицией не менее 100 миллионов рублей. Депутаты предложили снизить планку в два раза. Регина Ломакина, Новости Муром.